Мы отцепились от танка и взяли с собой 10 саперов, ехавших на нем. В конце концов, я остановил грузовик и стал искать свою роту. Двое военных сказали мне, что она ушла по направлению к Харькову, но не были в этом до конца уверены и порекомендовали обратиться в центр перенаправления, организованной в трейлере. В нем находилось три офицера. Когда, наконец, удалось привлечь их внимание, мне влетело за то, что я отстал. Они бы послали меня в трибунал, если бы было время. Царила полная неразбериха. Пехотинцы с криками и смехом занимали русские избы. Лучше уж поспать, пока все утрясется. Им нужен был сухой угол, чтобы прилечь, но в каждую избу набилось столько, что для самих русских, которые в них жили, почти не осталось места. Я же не знал, что предпринять и стал искать Эрнста, который пошел в полевой госпиталь и к Татре вернулся с медиком, осмотревшим раненых. Еще продержится, сказал врач. Что? Спросил Эрнст. Но мы уже похоронили двоих. Вы хоть бы перевязали их. Не говорите глупостей. Если я напишу, что им срочно требуется помощь, они проваляются на улице, ожидая своей очереди. Вы раньше доберетесь до Белгорода, заодно не попадете в западню, который тут явно намечается. Положение тяжелое? Спросил Эрнст. Да уж. Таким образом, мы с Эрнстом оказались ответственными за судьбу 20 раненых, некоторые из которых были в тяжелейшем состоянии. Они несколько дней ожидали первой медицинской помощи. Мы не знали, что ответить солдату, который, корчась от боли, спросил, скоро ли мы прибудем в госпиталь. Отправляемся, произнес нахмурившись Эрнст. Может, он был и прав? Я провел за баранкой всего несколько минут, когда меня хлопнул по плечу Эрнст. Давай, малыш, останавливайся. Если так пойдет и дальше, прикончишь кого-нибудь. Я поведу сам. Но ведь я должен вести, Эрнст. Я ведь числюсь в подразделении водителей. Не важно, ты нас отсюда не вывезешь. Это была чистая правда. Хотя я старался, изо всех сил грузовик бросал с одной стороны дороги на другую. По обеим сторонам дороги шли тысячи солдат. Мы добрались до выезда из деревни, где выстроилась длинная очередь грузовиков, ожидавших заправки. Проехав вперед, мы, не обращая внимания на очередь, стали заправляться. К нам подошел жандарм. Вы почему не ждете, как остальные? Мы должны немедленно отправляться, гер-жандарм. У нас раненые. Раненые? Тяжело? Как и любой полицейский, он говорил недоверчивым тоном. Конечно. Полицейский просунул голову под брезент. А мне кажется, что им не так уж плохо. Раздались ругательства. Раненые пользовались своим положением, чтобы оскорбить жандарма. Ты, сукин сын! Проревел один, у которого оторвало часть плеча. Вот таких мерзавцев и надо посылать на фронт. Пропусти нас, или я придушу тебя здоровой рукой. Превозмогая боль, пехотинец поднялся, отчего с его лица отлила кровь. Казалось, он вполне может привести угрозу в исполнение. Жандарм покраснел. Его нервы не выдержали вида 20 коллег. Положение полицейского в крупном городе, который отчитывает буржуй за то, что тот проехал на красный свет, совершенно несравнимо с положением военного жандарма, который имеет дело с ветеранами, держащимися руками за кишки. И сами они, может быть, выбили кишки из противника. На лице жандарма появилась улыбка. Проваливайте, сказал он тоном человека, которому на все плевать. Когда грузовик двинулся, он добавил, отправляйтесь, помрете где-нибудь еще. Было трудно получить даже 30 литров бензина, и когда мы залили горючее, наша огромная машина тут же проглотила его. Но мы были рады и этому, лишь бы убраться по добру, по здорову. Дорогу пытались привести в нормальное состояние, но все равно остались еще участки непокрытой земли, превратившиеся в ужасные выбоины, которые надо было избегать любой ценой. Мы ехали и по шоссе, и по обочине, в зависимости от обстоятельств. Справа от нас шла, как видно, еще не обстрелянная часть. На солдатах было новое обмундирование. Нас остановил еще один отряд жандармов, проверивших документы. Они осмотрели грузовик, проверили наше удостоверение и место назначения. Вот последние-то должны были назвать нам сами жандармы. Один из них взглянул в справочник, висевший у него на шее, и пролаял. Направляйтесь в Харьков. Это указание мы выполнили с большим неудовольствием. Новая дорога представляла собой болото. Бензина у нас осталось мало. По пути все время попадались брошенные в грязи машины. Они либо сломались, либо у них кончилось горючее. Мы не успели еще проехать и пару километров, как нас остановил отряд пехотинцев. Человек пятьдесят. Они приступом взяли грузовик. Среди них оказалось несколько раненых, которые сняли грязные лохмоти и шли с открытыми ранами. Ну-ка, потеснитесь, ребята, проговорили они. Вы же видите, у нас нет места, кричал Эрнст. Но избавиться от них нам не удавалось. Они пробрались в кузов, стали теснить раненых. Мы с Эрнстом пытались их остановить, но бестолку. Солдаты лезли повсюду. «Возьмите меня!» – кричал один из них, скребя дверь окровавленными руками. Другой размахивал пропуском, срок действия которого истек. Порядок восстановило прибытие легковой машины, за которой шли два грузовика. Из нее вышел капитан СС. «Что это за муравейник? Так недолго и сломать грузовик!» Чужаки, оставив раненых, немедленно разбежались. Эрнст отдал честь и объяснил положение. «Отлично!» – сказал капитан. «Вы берете с собой, вместе со своими ранеными, еще пятерых. Еще пять возьмем мы. Остальным придется идти, пока не прибудут санитары. За дело!» Эрнст объяснил, что у нас кончается горючее. Капитан дал знак солдатам, которые отпустили нам 20 литров бензина. Через несколько минут мы снова отправились в путь. Проезжая мимо группы солдат, пробирающихся по грязи, мы не останавливались, несмотря на просьбы их подвезти. К полудню, на последних каплях бензина, мы достигли городка, в котором собиралось фронтовое соединение. Еще чуть-чуть, и я бы преждевременно стал пехотинцем. Нам пришлось ждать следующего дня, прежде чем мы смогли воспользоваться 20 литрами горючего, которые выбил Эрнст. Невдалеке послышались залпы крупнокалиберных орудий. Мы считали, что далеко отошли от фронта, и теперь недоумевали. Тогда мы еще не знали. Я узнал об этом много лет спустя, что маршрут наш пролегал параллельно линии Белгород-Харьков. Тем не менее, выгрузив двух покойников, чтобы освободить место еще для трех раненых, мы немедленно выехали. Но во второй половине дня все снова пошло наперекосяк. Наш грузовик шел в колонне из десяти машин. Мы миновали танковое соединение, выглядевшее как гигантская копия тварей, пробиравшихся по грязи. Они, очевидно, направлялись навстречу врагу. Мы с Эрнстом обменялись встревоженными взглядами. Какие-то солдаты, устанавливавшие противотанковое орудие, остановили нас. «Поднажмите, парни!» – крикнул офицер, когда мы притормозили. «Иван уже близко!» В этот раз нам хоть что-то объяснили, но я никак не мог понять, каким образом русские, находившиеся километров в семидесяти позади, смогли так быстро добраться сюда. Эрнст, сидевший за рулем, нажал на газ. Так же поступили водители и других грузовиков. Неожиданно в небе на средней высоте появилось пять самолетов. Я указал на них Эрнсту. «Это Яки!» – крикнул он. «В укрытие!» Нас окружала грязь. Изредка появлялся кустарник. С неба донеслись пулеметные очереди. Колонна ускорила движение, направляясь к пригорку, который мог хоть как-то нас защитить. Я высунулся из окна, смотря, что происходит. В небе появились два Фокки-Вульфа, которые сбили Яков. До самого конца войны воздушные силы русских не могли противостоять Люфтваффе. Даже в Пруссии, где наиболее активно действовала русская авиация. Мистер Шмидта-109 или Фокки-Вульфы обращали дюжину бронированных илов в бегство. В середине войны, когда у Люфтваффе было вдоволь резервов, даже большое количество русских самолетов не представляло серьезной опасности. Два из трех оставшихся Яков обратились в бегство. Их преследовали наши самолеты. Но один самолет противника все же прорвался к конвою. Фокки-Вульф погнался за ним. Мы достигли пригорка. Советские самолеты снизились. Грузовики впереди нас резко остановились. Те, кто способен был передвигаться, прыгнули прямо в грязь. Я уже открыл дверцу и вылез наружу, когда услыхал пулеметные выстрелы. Бросившись в грязь, прикрыв руками голову и машинально закрыв глаза, я услышал вой моторов. Затем последовал громкий взрыв. Я взглянул вверх и увидел, как самолет с черными крестами набирает высоту. Метрах в трехстах-четырехстах упал подбитый як, скрывшийся за облаком дыма. Все, кто ехал в грузовиках, поднялись. Ну вот, еще с одним подонком покончено, громко сказал толстый капрал, который радовался, что остался в живых. Несколько голосов приветствовали Люфтваффе. Кто-нибудь пострадал? Нет? Прокричал один из фельдфебелей. Тогда в путь. Я подошел к Татаре, стряхивая с себя грязь, прилипшую к форме. В дверце, которую я открыл, выбираясь наружу, и которая теперь сама закрылась, виднелись два отверстия. Вокруг облетела краска. В ужасе я открыл дверь и внутри увидал человека, которого никогда не забуду. Он сидел, как обычно, на водительском месте, только нижняя часть его лица превратилась в кровавую маску. — Эрнст? — мой голос дрожал. — Эрнст! Я бросился к нему. — Эрнст! Да скажи ты хоть что-нибудь! Я в отчаянии пытался различить черты его лица. Колонна готовилась к отправлению. Два грузовика позади просигналили, чтобы я двигался с места. — Эй! Я побежал к первому грузовику. — Стойте! Идите со мной! У меня раненый! Я был в отчаянии. Дверца грузовика растворилась. Показались головы двух солдат. — Ну, парень, ты едешь или нет? — Стойте! — закричал я еще громче. — У меня раненый! У нас тридцать раненых! — прокричал мне солдат. — Давай же! Госпиталь уже близко! Звук заведенных моторов, проезжавших мимо грузовиков, заглушил мои отчаянные крики. Я остался один с русским грузовиком, в котором полным-полно раненых, и в том числе Эрнст Нейбах, мертвый или умирающий. — Подонки! Подождите! Не уезжайте без нас! Я разрыдался и подчинился безумному порыву. Схватил винтовку, оставленную в грузовике. Перед глазами все поплыло. Я почти ничего не видел. Нащупал курок и, наставив дул в небо, расстрелял все пять патронов, надеясь, что хоть кто-нибудь в грузовиках воспримет это как призыв о помощи. Но никто не остановился. Меня объезжали грузовики, обливая со всех сторон грязью. Отчаявшись, я вернулся в кабину и открыл аптечку. — Эрнст! — сказал я. — Я тебя перевяжу. Я не понимал, что делаю. По шинели Эрнста текла кровь. Схватив бинты, я посмотрел на друга. Пули попали в нижнюю челюсть. Зубы смешались с осколками кости. Было видно, как сокращаются лицевые мускулы. В состоянии, близком к шоку, я попытался наложить бинт на эту рану. Это мне не удалось. Тогда я вставил в трубочку с морфием иглу и попытался проколоть толстую ткань, но безуспешно. Рыдая, как ребенок, я переложил друга на другой конец сидения. Его глаза на покалеченном лице смотрели на меня. — Эрнст! — кричал я сквозь слезы. Он медленно поднял руку и положил ее мне на локоть. В ужасе я завел двигатель и пытался ехать без тряски. Четверть часа я вел грузовик, глядя одним глазом на друга. Он то сильнее сжимал мою руку, то ослаблял хватку. Его крики иногда перекрывали шум мотора. Я молился, не выбирая слова, говорил первое, что приходило на ум. — Спаси его, Боже! Спаси Эрнста! Он в тебя верит! Спаси его! Сделай чудо! Но чудо не произошло. В кабине серого русского грузовика, где-то среди необъятных полей России, шла отчаянная борьба мужчины и подростка. Мужчина боролся со смертью, а подросток с отчаянием. А Бог, всевидящий Господь, ничего не сделал. Умирающий тяжело дышал. С каждым вздохом на ране образовывались пузырьки из крови и слюны. Я обдумал все возможности. Я мог развернуться и поехать искать помощь, или заставить, если понадобится под дулом ружья, кого-либо присмотреть за Эрнстом. Или даже убить его, чтобы прекратить страдания. Но я слишком хорошо понимал, что не смогу этого сделать. Слезы мои высохли, оставив следы на покрытом грязью лице. Воспаленные глаза смотрели на радиатор, линия которого непостижимым образом переходила за необъятный горизонт. Каждый раз, когда Эрнст сжимал мою руку, меня охватывала паника. Я не мог заставить себя взглянуть на его окровавленное лицо. Сверху донесся шум немецких самолетов, летевших по покрытому облаками небу. Каждая клеточка моего тела, пытаясь передать мысли на расстоянии, просила у них помощи. Но, может быть, это были и русские самолеты. Неважно. У меня не было времени. Нельзя терять его. Эти слова только теперь, как часто случается на войне, проявили свое истинное значение. Эрнст в конвульсии схватил меня за руку. Он так долго держал ее, что я снял ногу с акселератора и остановился, опасаясь худшего. Я повернулся и взглянул на изувеченное лицо, глаза на котором, казалось, смотрели туда, куда уже не смотрят живые. Они подернулись странной пленкой. Сердце у меня забилось так часто, что я испытал настоящую боль. Я отказывался поверить в то, что и без того было ясно. «Эрнст!» – закричал я. Сзади грузовика послышались другие крики. Я спустил товарища на сидение, умоляя небеса оживить его. Но тело Эрнста уже тяжело ударилось по другую сторону кабины. Вот она смерть. Он умер. Вне себя от ужаса я облокотился на дверь грузовика и, дрожа, спустился на пол. Я пытался убедить себя, что все происходящее – всего лишь кошмарный сон. Сидя там и размышляя, я не хотел понять ужаса случившегося. Я думал, как пойдет жизнь дальше, когда я стряхну с себя кошмарный сон, в котором умер мой друг. Но глаза мои видели одну грязь, приставшую к сапогам. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok